Национальные олигархи, национальные крупные собственники все равно не будут работать в интересах народа. Государство будет работать в их интересах, но не в интересах народа. Народ как был ресурсом, так и останется. Может быть, он и сам этого и ждет, чтобы появились люди из народа, которые сказали бы, предложили бы Владимиру Владимировичу этот светлый будущий путь, как видит сам народ его. Если смотреть с точки зрения международного права, то восстановить территорию Советского Союза невозможно никак. Я задаю вопросы. Всем привет. У нас разговоры о важном. С нами в студии Бугаков Андрей Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Перейдем сразу к самому главному. Как вам послание Путина и ваши прогнозы на будущее? Так, ну, насчет послания, в принципе, уже много что наговорили, и я уже также говорил на камеру. Хотел бы сказать о том, о чем мы говорили в прошлый раз, в прошлом интервью. Я как раз говорил, что хотелось бы, чтобы Владимир Путин сказал о будущем, то есть о нашем образе будущего, каким он должно быть. Вот. И частично он этого коснулся. В принципе, я доволен, удовлетворен тем, что сказал Владимир Владимирович. Как раз было озвучено о борьбе с олигархами, то есть о том, что их не должно быть в будущем в стране, не должны быть такие структуры, которые владеют практически всем, всеми благами на нашей стране, а народу, соответственно, ничего не достается. То есть достается только какая-то там подачка, скажем так. Вот. И как раз Владимир Владимирович начал вот эту борьбу против олигархов. И вот это вдохновляет. Потому что это, наверное, сейчас самое главное. То есть убрать... Мало того, что они олигархи, они получают практически все блага, которые есть у нас в стране, в свою собственность и владеют, соответственно, всем в нашей стране, так они еще не наши, они иностранные. Что еще страшнее? То есть в итоге они работают даже... Если бы они были хотя бы национальные, то есть эти крупные собственники, они бы дорожили той страной, в которой работают. Потому что понимают, если ее не будет, этой страны, то не будет и их. А так как они иностранные изначально, то есть у них семьи там, счета там, они там оспаривают свое право собственности, там судятся в Лондоне, например, да. Они там воспитывают своих детей, обучают. Поэтому их нельзя назвать вообще русскими. То есть это вообще люди не русские изначально. И, естественно, они никогда в жизни не будут работать в интересах страны. Но если продвинуться дальше, то здесь можно еще и сказать о национальных олигархах, которых сейчас не существует, но в перспективе они могут появиться. И я хочу всех предупредить, всех, кто будет смотреть это видео, национальные олигархи, национальные крупные собственники все равно не будут работать в интересах народа. Государство будет работать в их интересах, но не в интересах народа. Народ как был ресурсом, так и останется. Это очень важно понимать и этому противостоять. То есть тут вопрос, куда все-таки нас поведет Владимир Владимирович Путин. Или, ну вот, по моим ощущениям, он ждет от народа какого-то пути, чтобы он его принял. Чтобы не он был таким, знаете, тащил, вытаскивал народ в какое-то там светлое будущее, которое, по его разумению, кажется светлым, но народ может его не принять, не согласится. Именно поэтому он такими медленными-медленными шажочками движется. То есть тут одно сказал, там одно сказал, тут одно сделал, там другое сделал. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. И как раз, может быть, он и сам этого и ждет, чтобы появились люди из народа, которые сказали бы, предложили бы Владимиру Владимировичу это светлое будущее, путь, как видит сам народ его. Может быть, и так будет. Посмотрим, время покажет. Ну, я доволен посланием, и то, о чем мы в прошлый раз говорили, в принципе, можно сказать, на четверть он как раз в этом послании и сказал. 22 февраля у нас прошел митинг, я знаю, вы на нем присутствовали. Можете ли вы кратко рассказать, что на нем происходило, и прошел ли он успешно? Да, митинг был в Лужниках, в Москве. Не знаю, не смотрел точную цифру, сколько было людей, ну, порядка около 200 тысяч. Стадион был... Ну, знаете, насчет того, как прошел, какие результаты его, неоднозначные, скажем так. С одной стороны, прошел достаточно неплохо, потому что было много людей, а с другой стороны, было много подстав. То есть, вот, например, одна из подстав то, что когда на самом стадионе, я сам на нем не был, но мне мои соратники рассказали, кто туда прорвался. Почему меня там не было, я сейчас тоже расскажу, тоже интересная история. Звук был слышен только от ведущих, от тех, кого не приглашали, там, военных, родителей, там, да, военных, раненых, кто прошел через СВО. Им микрофон дают, а их не слышно. И видеоряд, там, большие экраны, на которых показывают, потому что стадион, он же большой, там, что происходит в самом центре, на самой сцене, там, не сильно видно издалека. Поэтому там большие экраны, и на этих больших экранах видеоряд не транслировался. То есть, он периодически прерывался. То есть, такое ощущение, что, ну, серьезные крупные мероприятия, и такие вещи, но они не должны происходить. То есть, это реально какая-то подстава. Первый момент. Второй момент. Билеты. Было два вида билетов. Первый билет просто на территорию, второй билет на стадион. Нам, как национально-освободительное движение, билеты на стадион вообще не дали. То есть, там были белые билеты и красные. У нас были только красные билеты. И, ну, раз нам не достались билеты на стадион, мы даже и не планировали туда попадать, и решили провести обычную работу национально-освободительного движения. Раздать как можно больше газет, листовок, провести там беседы с прохожими, кто будет останавливаться. Ну, и по возможности протащить на стадион символику, которую тоже было запрещено. То есть, у ребенка даже, у него был флаг в виде, шарф в виде флага нашего триколора, даже флаг запретили, даже этот шарф запретили проносить. То есть, прям серьезно-серьезно они к этому подошли, и всю символику прям откидывали. Но нам удалось протащить, мы не первый раз, не первый раз занимаемся такими вещами. То есть, кто там в запазах, кто в штанах, умудрился протащить символику, то есть, там и флаги, и манишки. Все-таки мы вытащили, там даже протащили. В конце, кстати, почему-то уже не стали так жестко проверять. И ребята там и ленты большие протащили, там 30-метровые, даже больше, наверное, георгиевские ленты длинные. Вот. И вышло так, что на сам стадион попало не так уж много участников национально-освободительного движения, сколько хотелось бы. То есть, они были и были разрознены, разбросаны, были флаги, но не сказать, что их было прям много. Да, там умудрилась георгиевские ленты сделать, там вот, когда уже Путин выступал, перед ним прямо сделали букву «З» из вот этой длинной георгиевской ленты. Но все равно не было вот этого, у нас там было несколько тысяч человек, именно участников НОДа. Но не было видно этой массовости. То есть, часть была у памятника Ленина, вот и я там был, раздавал газеты, листовки, и часть двинулась на сам стадион, кто смог прорваться какими-то путями без билета. Но много прорвалось людей. Кому-то, может быть, и достались билеты, там, может быть, на работе кто-то получил, потому что было и на работе раздавали. Это еще один вариант саботажа. Раздавали на работах билеты, часть билеты, часть билетов была белых на стадион, и часть обычных красных на территорию. Соответственно, белые разобрали все там руководители предприятий, а красные достались простым работягам. Те, кто забрал белые билеты, в мороз 20-градусный, туда не пойдет. И эти билеты просто, ну, их слили. Ну, а эти люди просто не пошли. И те, кто хотел бы пойти, даже в мороз, вот если бы дали белый билет, он бы пошел. Но ему, как бы, его не дали. Еще один вариант. Денег в Лито, кстати, было очень много. Была полевая кухня, ее было настолько много, что хватало всем. Все прям с каши ходили. Плюс на рекламу много денег влили. В Москве очень много было этих билбордов. Но это тоже подстава. Я как маркетолог профессиональный, я работаю маркетологом, я говорю, что ту рекламу, которую они сделали, она была ни о чем. То есть реально, там были хорошие лозунги в этой рекламе, было приглашение, но не было мотивации для людей идти. На что идут люди? На звезд. Ну, на Путина, не все пойдут. Тем более, там даже не было заявлено, что он будет. То есть, если бы там были фотографии звезд, там Лепса, там кого-то еще, да, кто там выступал, как раз народ бы тогда и пошел, он увидел, был бесплатный концерт, пойду схожу. А этого не было. То есть, получается, слили деньги на рекламе, сделали два вида билетов, разделив людей и тем самым слив актив приличный. Хоть и попало много туда людей, но могло-то быть еще больше, по сути, из-за этого. Плюс, еще один момент, с раздачи листовок и газет. Мы вышли, начали раздавать, вроде бы полиция не подходит, ну, как бы спокойно раздаем. Проходит полчаса, подходит полицейский, двое. А я с соратником тоже стоял, с Данилом. И просто нас сразу под ручки и повели. А в чем, собственно, дело-то, что-то не так. И они не отвечают. Просто ведут и все. Я говорю, что, листовки сегодня нельзя раздавать? Ну, вы бы сказали, мы и не знали. Потому что тоже, ну, непонятная ситуация. Ну, вот один там начал на Данила и говорит, вот вы тут хулиганите, зачем вы это делаете? Он говорит, а в чем хулиганство-то? Я говорю, вы хоть листовку почитайте, что здесь написано. Она за армию, за Путина. Она как бы соответствует мероприятию. Все как бы абсолютно нормально. Но он его не слушал, нас вели дальше. Прошли мы где-то метров 300. Поступил ему, я так понимаю, сообщение по рации. И он просто разворачивается к нам и с недоуменным взглядом говорит, похоже, вам можно. Мы развернулись, пошли дальше раздавать. То есть, получается, нас как участников национального освободительного движения тоже не оповестили о том, что можно свободно раздавать листовки. Но при этом нас всех шмонали и не позволяли туда это все пронести. То есть, мы просто чудом там сколько смогли протащить, столько и протащили. То есть, много было таких препонов, которые мешали тому, чтобы как раз показать вот эту вот массовость национального освободительного движения, вот этих георгиевских лент идеологии. То есть, национальное освободительное движение – это идеология. Это идеология освобождения Отечества, чего Владимир Владимирович добивается очень много времени. И как раз мы должны были ее показать, а нас всячески пытались задавить. Как смогли, так смогли. Как получилось, так получилось. Но могло было бы лучше, если бы вот эта вот пятая колонна, так называемая, враги, которые как раз, наверное, занимались организацией этого мероприятия, все это не слили. Не так все однозначно прошло, как хотелось бы. То есть, эйфория осталась, что мероприятие было хорошее, полезное, интересное. Но вот вот эти вот моменты, они вот чуть-чуть подгаживают, скажем так. Почему Путин о своем выступлении в Лужниках на митинге не сказал ничего конкретного? Он, считай, только поздравил всех 23 февраля. Ну да, если, кстати, вспомнить предыдущие подобные мероприятия, он периодически говорит что-то и поконкретнее, и подольше. То есть, он там выступление длилось там ну что, только у пяти минут. Он прям реально быстро там сказал, сказал, сказал и все. И, ну, мы не были удивлены, потому что вот судя по тем вот саботажам, которые были, как раз мы и предположили, что из-за этого он и не стал говорить. Он вышел на стадион, посмотрел, флагов, но да, мало. Кому говорить? Административному ресурсу, а что толку ему говорить? И все. И он, видимо, ничего не стал более жесткого заявлять, двигаться еще более уверенно к суверенитету. И все остановилось. Я думаю, у него было просто заготовлено две речи. Одно на случай, если будет там половина одной из трибун флагов на ценно-самоветельном движении. И второе, обычное просто поздравление. Посмотрел, но да мало. Просто поздравил, ушел. Отходя от темы митинга, следующий вопрос. Будет ли восстановлена Россия в границах СССР? Часто задают такой вопрос и много здесь таких, знаете, ну, это нельзя назвать ошибками, это скорее какая-то вера, может быть. Вера в какое-то, в чудо. Если смотреть с точки зрения международного права, то восстановить территорию Советского Союза невозможно никак. потому что у России действует свое внутреннее право, которое организовала ее правящая группа, и в других странах действует свое внутреннее право. И если мы тут у себя заявим то, что незаконность, то есть, что Советский Союз был разрушен незаконно, но остальным территориям, остальным государствам плевать на это. Они уже давно признаны мировым сообществом, они зарегистрированы в ООН, их признали, они прошли всю процедуру признания в ООН, они полноценные государства, и от того, что мы здесь заявим, ничего не изменится. Тем более, да, вот здесь можно сказать про иск, который мы собираем, национальное событие движение, собираем миллион подписей под расследованием разрушения Советского Союза, чтобы здесь на меня мои соратники не стали кидаться кирпичами и другими тяжелыми предметами, это, о чем я говорю. То есть, я напомню, что мы собираем иск в первую очередь для формирования общественного мнения, чтобы продавить наших судей, которые еще там сидят с 90-х, на том, чтобы они начали работать в интересах народа, либо их просто убрать. То есть, в этом цель давить на судебную систему, которая не хочет работать в интересах страны и помогать Путину обретать суверенитет. Вот. А если смотреть шире, сейчас в зоне СВО участвует в конфликте более 50 стран. Это уже Третья мировая война. Как бы кто не хотел, это Третья мировая война. Я напомню, что Вторую мировую и Первую мировую тоже, когда она шла, так не называли. Уже по итогам это было названо мировыми войнами. А как раз границы государств и мироустройства дальнейшие формируются по итогам войн мировых. Вот как был сформирован ООН по итогам Второй мировой войны и определенные границы, то же самое будет и после завершения специальной военной операции. И вопрос в том, в каком статусе выйдет Россия из этого. Если в статусе победителя, то она на правах победителя будет формировать новый миропорядок и границы определять. Соответственно, если мы проиграем, то там по сути России вообще не будет уже. И в этом и суть вот в этом основная суть то, что границы будут определены по итогам спецоперации. И это будут границы новые. и про итоги Второй мировой мировой войны придется уже забыть. Здесь мы уже с этим, к сожалению, ничего сделать не можем. А что касается вашего основного вопроса, то есть можно ли восстановить территорию в границах Советского Союза, теоретически это возможно, но придется договариваться с теми правящими группами, которые есть сейчас в Казахстане, Белоруссии и так далее. То есть если они сами захотят вступить, то есть объединиться в одну правящую группу, предложать им такое, от чего не смогут просто отказаться. То есть мы им должны просто предложить, что они от этого не то, что не потеряют, а только выиграют. Да, тогда в таком случае это возможно, но это будет в любом случае заново договор на определенных условиях. То есть это не силой, не правом это сделать невозможно. А в данный момент в сторону национально-освободительного движения в интернете очень много критики. Почему? Во-первых, потому что мы единственное движение, у которых есть некая идеология. То есть мы единственные говорим о суверенитете, об этом говорим уже больше десяти лет. Над нами несколько первых, лет, наверное, семь-восемь над нами просто смеялись, говорили, что вы занимаетесь ерундой, а потом нашими словами начал говорить Владимир Владимирович Путин. И все заткнули язык. Эта критика была с самого начала, сейчас она уже переросла даже в некие физическое даже насилие, у нас и машины поджигали у соратников, и дома жгли. Ну, а что говорить тех, кто из наших соратников пошел на фронт, и там, да, и жизни лишились. К сожалению, такое тоже было и происходит сейчас. По сути, та война, которая сейчас идет на территорию Украины, это и есть горячая фаза национально-освободительного движения. Я напомню, что именно такая формулировка национально-освободительного движения, она прописана в уставе ООН. То есть, это не мы ее придумали, это придумал Сталин еще. То есть, поэтому то, чем занимается национально-освободительное движение, занимается восстановлением суверенитета. Естественно, те, кто против возвращения суверенитета, то есть, люди, которые работают в интересах других государств, интересах США, допустим, вообще в интересах однополярного американского мира, Европы и прочее. Естественно, они будут против, делать все возможное. И даже пытаются в саму среду национально-освободительного движения, в актив людей, пытаются интегрируют людей, таких вот засланных казачков, шпионов, которые вроде бы там поначалу свои, что-то там узнают, и потом начинают лить грязь. Вот таких можно зайти на сайт национально-освободительное движение, там есть так называемый черный список таких людей, которые там были, которые до сих пор, ну не буду перечислять фамилии, им делать лишний пиар, они до сих пор льют грязь национально-освободительное движение, хотя их уже давно разоблачили. Вот большой критике подвергается Денис Ганич, это можно сказать правая рука Евгения Алексеевича Федорова, это наш главный координатор национально-освободительного движения, депутат Государственной Думы, вот еще с самого начала, наверное, года с 12-го или даже раньше, Денис первый, кто начал помогать Евгению Алексеевичу формировать именно, то есть это он предложил по сути создавать штабы национально-освободительное движение, то есть то, что сейчас есть, это заслуга Дениса Ганича, а на него льют грязь. Расторгуева Татьяна Николаевна, это координатор Ром Шнот Москвы, то же самое, на нее очень много льют грязи, по сути, клеветы, просто, просто клеветы, а я напомню, что этот человек взял на себя организацию сбора подписей, которых собрали мы по всей стране, 2 миллиона подписей за референдум, который состоялся в 20-м году, это заслуга Расторгуева Татьяны Николаевны, это она сделала, если бы она, если бы не она, не было бы сейчас этого референдума, его бы не было, и не было бы той победы, которая была в тот момент, вот этого шага определенного, это должны вот все просто понимать. Вот вы сейчас говорили про то, что главная цель НОД это возвращение суверенитета. Что же будет с движением НОД после того, как суверенитет вернется обратно? Да, интересный вопрос, и, в принципе, на него есть ответ. НОД должно перерасти в некую структуру, организацию, которая будет отстаивать интересы народа, потому что сам актив НОД это люди из народа, поэтому они дальше должны отстаивать. То есть, может быть, в идеале организоваться в партию, или в какую-то общественную организацию уже формально, сейчас мы не в формальной движении, просто движение людей, а это уже будет какая-то организационная структура, которая будет входить в структуру какой-то вертикали государственной власти и именно отстаивать интересы народа на формирование будущего нашей страны, потому что сейчас оно еще не сформировано, потому что так как идеология государственная запрещена по конституции, об этом даже и говорить, по сути, никто не может. То есть, вот как-то Владимир Владимирович спросили, какая должна быть идеология нашей страны, целая идеология патриотизма. То есть, ну, как бы это понятно и очевидно, патриотизм есть в любой идеологии. То есть, он, по сути, не сказал ничего, потому что об этом и говорить запрещено, потому что он гарант конституции, особенно ему об этом нельзя говорить. Как только этот запрет будет снят, соответственно, можно будет задумываться о будущем и, по сути, это нужно делать уже сейчас. Вчера это надо было делать. реформировать государственную идеологию будущего России. Какой она должна быть? И вот этим, на мой взгляд, должно заниматься национально-собоятельное движение в будущем, после того, как она... Потому что, да, роль национально-собоятельное движение будет завершена, суверенитет будет возвращен, но люди-патриоты же останутся. Соответственно, их актив, их энергия должна быть направлена в позитивное, правильное русло на благо страны. Также в данный момент такой некий хайп обретает новость о том, что группировка Вагнер сейчас находится без орудия, то есть их не снабжают орудия. Что вы по этому поводу можете сказать? Правда это или просто вброс какой-то очередной? Ну, правда или неправда мы отсюда не можем знать наверняка. Тут другой разговор. Даже если это и правда, здесь важно понимать, в чьих интересах эта информация распространяется. И всегда, как любую информацию, которую получает человек, это такой лайфхак для всех, нужно смотреть с позиции, кому выгодно. То есть, кому выгодно та или иная информация. Кому выгодно раскручивать, распиаривать информацию, что Вагнеру не достается снаряду. Ну, естественно, это не в интересах России, потому что это сразу критика Министерства обороны. Сразу стопроцентная. Кому это может быть выгодно, кроме как противоположной стороне. Даже если это и так, и даже если кто-то там из Вагнера это делает, он или засланный казачок, или дурачок. Ну, потому что нельзя так делать. Во время войны, тем более командование, критиковать сто процентов нельзя, тем более публично. Вот, поэтому этот вопрос нужно закрывать быстро, и Минобороны так и поступили. То есть, все, они сделали публичные заявления, как раз объявили о том, что никаких проблем с поставками в настоящий момент нет. То есть, вопрос закрыт. Тут, это информационная война, она будет всегда. И если кто-то с нашей стороны по глупости, там, или по какой-то другой причине работает в интересах врага, то этих людей просто нужно потихонечку убирать. потому что они мешают введению спецопераций, потому что информационная война это часть основной горячей фазы войны. И нельзя этого, скажем так, нельзя этим пренебрегать. Потому что пропаганда, та самая информационная война, это неотъемлемая часть любой войны. Она была всегда, она была и в Первую мировую, и во Вторую мировую, и сейчас идет. И проигрыш или победа в этой части войны тоже играют огромную большую роль, которая может либо мотивировать людей на победу, либо демотивировать, либо разобщать. Что мы собственно наблюдаем. Повторяет ли Россия чеченские войны на Украине? Ну здесь нужно понимать, о чем идет речь конкретно. То есть если вопрос идет о сохранении территориальной целостности, чем была как раз чеченская военная кампания, я напомню, кто не знает историю или забыл, что тогда Россия воевала за сохранение территории, потому что Чечня, Чеченская республика должна была выйти из состава. Соответственно, здесь как цепочка, если ее бы отпустили, скажем так, то остальные республики тоже выскочили бы, выбежали бы, и все, и России бы не было. Потом что происходит обычно? Все начинают конфликтовать, и гражданская война между всеми этими территориями и большие-большие-большие жертвы. Это как раз и останавливала чеченская кампания. И здесь важный момент, что Ельцин подписал Хасавюртовское соглашение, которым как раз было и указано, что Чечня уже выходит из состава России. И только Путину удалось это быстренько-быстренько разрулить. То есть это соглашение отменили, и Чечня осталась в составе России. И посмотрите сейчас на чеченцев, как они героически сражаются на благо России в зоне СВО. И посмотрите на Рамзана Кадырова, как он великий патриот России. И то есть все было сделано правильно. Можно ли сравнить СВО с чеченской компанией? Ну если вот прям широко взять, если брать не территорию России, а территории Советского Союза, то отчасти наверное можем так сказать. Потому что в настоящий момент спецоперация восстанавливает свои исторические земли. Потому что та же Украина это наша земля. Это земля всего русского национального народа. Я напомню, что украинцы это тоже русский национальный народ. Как бы пропаганда не говорила обратное, мы один народ. Мы и генетически одни, и по воспитанию, и по культуре мы одни. То, что за последние 30 лет нас пытались разделить, ну да, были у них успехи, удалось, война началась из-за этого. Разделили, смогли. Ну как разделились, так и соединились. Мы все братья, мы должны быть вместе. Это просто наша судьба. У нас нет другого выбора. Спасибо больше, Андрей, что ответили на волнующие всех вопросы. А на сегодня мы заканчиваем. Спасибо, что находились с нами. С вами был Андрей Бугаков, Кристина Родецкая. Всем пока. Спасибо. Счастливо. Счастливо.